Сейчас я расскажу вам 5 основных ошибок, которые совершают люди при выставлении стоп-заявок. Причем это будет самая простая стоп-заявка. Я потерял на этом большие деньги. Сейчас я отдаю вам бесплатно. Смотрите. Итак, предположим, вы купили фьючерс на доллар по цене 75,787. Видите, да? И вы хотите обезопасить себя. Вот он пошел вверх. Вы хотите обезопасить себя на случай, если он пойдет вниз. Мы выставляем вот здесь, вот где-нибудь, вот здесь, да? Стоп-заявку. На случай, если он пойдет вниз, то мы зафиксируем убыток небольшой. Потому что если она покатится вниз дальше, то убыток увеличится. Итак, ставим стоп-заявку. Выставляем стоп-лимит. На продажу. То есть мы купили. И надо продать, если цена опустится ниже, чем 75,770. Ставим 75,770. И тут какого-то фига цена. Ну, что значит цена? А, и новички, конечно, ставят, конечно, цену 75,770. То есть, ну, по этой цене и продавать, ну, зачем же ниже ставить? Если мы торгуем в течение дня, все хорошо. Но! Итак, смотрите, когда мы выставляем стоп-заявку, предположим, мы купили фьючерс на доллар, и мы надеемся, что он вырастет. И если он вдруг пойдет вверх, то мы хотим поставить стоп-заявку, ну, где-нибудь вот здесь, согласитесь, да? То есть вот он может здесь поколебаться, а потом дальше пойти вверх. Но если он пойдет вниз, то у нас сработает стоп, и у нас ограничение убытков. И вы все правильно выставили, но почему-то не сработало. И очень часто самая распространенная ошибка, смотрите, какая. Вот мы видим окно выставления заявки, вот стоп-лимит. Мы выставляем здесь вот 75,770, ставим, да? Если цена, да, продажа. 75,770. Здесь мы какую цену поставим? Тоже 75,770, естественно, да? Потому что мы же хотим, ну, продать по этой цене не ниже. И поэтому ставим эту цену. И если мы торгуем днем, то все нормально, здесь все нормально, срабатывает, все хорошо. И, ну, мы оставили эту заявку, цена, ну, не опускает, не растет, не мусит, не телится, что называется. Мы уходим куда-то. И, может быть, даже вот, как сейчас, вот, смотрите, фьючерс ушел вверх, да? И мы хотим ее поднять, например, да? Мы можем ее поднять. Смотрите, вот, фьючерс ушел вверх, мы уже можем поднять вот так вот. Мы уже в безубытке, понимаете? Мы уже в прибыли. Все, прибыль у нас в кармане. И дальше кажется, что фьючерс уйдет вверх, что доллар уйдет вверх до бесконечности. Мы спокойно, совершенно уходим, вечером возвращаемся, доллар скатился вниз, у нас заявка не сработала и бешеные убытки. Почему? Очень просто. Смотрите, друзья мои. Вот, смотрите, да, вот она вот, мы купили. Здесь мы поставили стоп-заявку на продажу, то есть зафиксировать уже, ну, минимальную прибыль, а у нас убытки. Почему? Почему? Смотрите, при выставлении стоп-заявки первое, что надо сделать, это вот здесь, видите, сегодня, а нужно ставить до отмены. Дело в том, что вы приходите вечером, да, смотрите, стоп-заявка не сработала, ну, у нас же выставлено сегодня, да. Дело в том, что сегодня у нас, и сегодня на бирже, это разные понятия, у нас сегодня, у нас завтра начинается в полночь, на бирже завтра начинается в 19 часов. А в 18.45 клиринг вечерний, в 18.45 ваша заявка будет снята брокером, и потому что она выставлена сегодня, срок действия. Все. Теперь дальше. Мы выставляем 75.770, и тут же ставим тоже 75.770. И цена идет сюда-сюда, и доходит до 75.770. И дальше она пошла вниз, например, понимаете, что происходит. Срабатывает 75.770, выставляется в стакан, цена 75.770. И практически всегда все проходит хорошо, особенно в течение дня. Но однажды это может не сработать. Почему? Да просто потому, что нет такой цены. Вы скажете, ну как же так, она же вот так вот дергается, 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 но иногда она уходит ниже. Поэтому, чтобы цена, чтобы вот ваша заявка сработала наверняка, ставьте ее немножечко ниже. И тогда она точно сработает. Дело в том, что согласно правилам биржи, исполняется самая лучшая заявка на продажу. То есть не бойтесь опустить вот эту цену ниже, потому что все равно будет верхняя. Ошибка номер три. Проскальзывание. Смотрите, вы все правильно выставили. Вы поставили здесь до отмены. Вы опустили вот эту цену немножечко ниже. И все спокойно, она не пересеклась, все хорошо. Вы уходите. Но пока вы в прибыли, все хорошо. Наступает следующий день или перерыв. Но у вас-то все хорошо, заявка не снимается. Но после большого перерыва. Когда заканчивается день или на ночь уходим, все активные заявки снимаются. Из стакана. А у вас стоит стоп-заявка. И условия. Цена последней сделки в стакане. За ночь происходит какое-то важное событие. Или вот за эти 15 минут. Которая влияет на то, что цена достаточно резко уйдет вниз. И она уйдет вниз ниже одномоментно, чем вот эта штука. Поэтому здесь надо ставить не просто ниже, не вот так, а скажем на 200 пунктов. Не бойтесь этого. 470. 458. Помните, будет исполнено по лучшей цене. То есть вы поставили ниже, она будет все равно, заявка исполнена по верхней цене. Это называется проскальзывание. Следующая ошибка. Она нетривиальная. Смотрите. Вот мы выставили 75770. Сейчас я покажу. А, вот она. Вот она. 75770. Это чуть ниже, чем тот фьючерс, который мы купили. И цена подходит. Вот так вот. Подходит, 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 подходит. И вот она уже еле колеблется. Кажется, что она рванет вверх. Сейчас. И чтобы случайно, случайно не сработала эта заявка, мы ее что делаем? Опускаем чуть-чуть пониже. А она идет снова пониже. И мы опускаем чуть-чуть пониже снова. И дальше мы уже не опускаем, но цена идет вниз. Условия стоп-заявки вот сюда, оно исполняется. Но когда мы опускаем условия срабатывания вниз, особенно через график, цена выставления заявки не меняется. Следите за тем, чтобы, когда вы двигаете стоп-заявку вниз, чтобы она не была ниже, чем та цена. Потому что, ну, толку что, что она выставится и где-то туда, вот вверху выставится цена в стакан. Она просто не сработает. А может быть, сработает опять же лотерея. То есть, если цена коснулась, цена в стакане выставилась, но она пошла вверх и там сработало, это хорошо. Но далеко не всегда вам будет везти. И еще один момент. Просто никогда не двигайте стопы вниз. Как бы вам не хотелось этого сделать. Я просто заклинаю. Это ведет, во-первых, вот к таким ошибкам. А во-вторых, все равно надо учитесь ставить стопы сразу. И это правильно. И, наконец, последняя ошибка. Она возникает крайне редко в специальных условиях, в специальных случаях. То есть, когда вот так вот мы купили, потом продаем, она вряд ли возникнет. Но когда мы занимаемся достаточно активной продажей, причем через стоп-заявки торгуем, то может возникнуть такая ситуация, когда стоит стоп-заявка, там все хорошо, а потом условие сработано, она правильно создана. И вдруг, вы видите, не сработало. Смотрите, почему. И там написано, нехватка средств на счете. Не хватает средств. Ну как же не хватает, говорите вы, я же весь день торговал, там у меня 100 фьючерсов, я торговал, торговал, а потом раз, те же самые 100 фьючерсов, вдруг не хватает. А дело в том, что в течение дня остаток счета, денег на счете, он регулярно фиксируется и, ну как бы, актуализируется. И если вам днем хватало ГО на те заявки, которые есть, то цена базового актива опустилась, у вас ГО снизилась и у вас уже заявка не будет выставлена. Но далеко не все поймут то, что я сказал последнее. Поэтому я рассказываю об этом на курсе «Биржа для чайников». Вы видите, что даже такая простая вещь, как выставление стоп-заявки, очень часто ведет к ошибкам. И самое неприятное, что вот вы весь день выставляли-выставляли, а они раз и не срабатывают. Однажды. То есть обычно срабатывали-срабатывали всегда. И вот снова хотели как лучше, а получилось как всегда. Чтобы так не было. Учитесь выставлять заявки. Не совершайте данных ошибок. Сейчас лайк. Запомните, пожалуйста, эти ошибки. Запишите это видео куда-нибудь, сохраните ссылку на это видео. Лучше скиньте ее кому-нибудь из друзей. И если у вас возникнет такая ситуация, посмотрите еще раз на это. Это очень-очень важно, чтобы не обвинять потом брокера. И это всего лишь самая простая стоп-заявка, о которой я рассказал. Потому что есть стоп-заявка типа Take Profit. Она несколько сложнее для понимания. И даже опытные трейдеры, которые постоянно занимаются торговлей, не знают некоторых вещей, о которых я рассказываю. В курсе биржа для чайников. Самым подробнейшим образом. То есть я разговариваю на семинаре в открытии брокер с каким-то человеком, который торгует уже миллионами. И я ему говорю, слушай, надо ставить там трейлинг стоп. А он говорит, а я не знаю как. Что ты имеешь в виду? Я что-то не понял. Люди. Это очень важно. Понимать, как выставляются стоп-заявки. Есть еще масса вариантов, когда, ну скажем, вот сейчас я рассмотрел варианты, когда стоп-заявки не сработали. А есть варианты, когда они мистическим образом появляются и срабатывают. Такое тоже бывает. Регулярно. И вам кажется, блин, откуда она взялась? А она вот она. Или наоборот. То есть есть масса нюансов. Поэтому обо всех них я рассказываю на курсе биржа для чайников. Ссылочку вы видите вон там. И вон там. Ну а сейчас все. Спасибо за внимание. Еще раз поставьте лайк. И до следующих встреч. Будет много полезного.